Дорожный знак 6.11 Дорожный знак 6.11 3 февраля пришла СМС, что наш тур аннулирован и тур не состоится. До 9 числа она дала нам расписку, что она с нами рассчитается, вплоть до того, что отдаст нам деньги за визы, за все остальное, за все наши растраты, потому что растраты, страховки и все остальное гораздо выше тех, которые мы оплатили изначально. Она должна нам была изначально 47 миллионов, но после всех расчетов у нас получилась сумма 52 миллиона 200. 51, 52 я точно уже не помню. Да, это с визы. Но с учетом того, что мы сюда ездим каждый день как на работу и просим отдать наши деньги, то сумма каждый день соответственно растет, потому что билеты и все это затраты однозначно мы будем с нее спрашивать. После выхода сюжета неунывающая мадам, погрязнув в многотысячных долгах, продолжила брать авансы за туры с ничего не подозревающих клиентов. Позже они узнают, что мечта хорошо провести отпуск так и останется мечтой. А семейство Амельковичей и еще 8 обманутых клиентов в это время выигрывали суды. В нашу организацию обратилась группа потребителей, которые заключили около 9 договоров с организацией Skyly. По данной группе потребителей были направлены претензии, исковые заявления, также получены судебные решения. Есть информация о том, что в отделе принудительного исполнения находится порядка 40 дел, где должником выступает именно данная организация. На сегодняшний день задолженности перед потребителями и перед общественным объединением прав потребителей не исполнены. В защиту наших потребителей нами было направлено заявление в правоохранительные органы по факту возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц данной организации. Судебные разбирательства над руководителями недобросовестных туристических компаний в этом году прошли в Речице и Витебске 5 эпизодов уголовного дела и более 50 пострадавших. Как результат колония общего режима и 7 лет лишения свободы. Дальше больше. В начале июля громко обанкротилась Калипсо Тур. Все происходило по эффектной схеме. Не вылиты разъяренные клиенты офиса, уголовное дело, арест. А спустя пару дней очередной скандал Тур. Фирма Дром Тур не смогла выполнить свои обязательства перед туристами. Люди не улетели в Черногорию и Болгарию. Своё продолжение получила и освещенная нами полгода назад история фирмы «Скайли». Сегодня с её директором Ольгой Павловной Тимошиной начали работать правоохранительные органы. В Советском РУВД столице заревестировано порядка семи заявлений о привлечении к установленной законодательством ответственности директора турфирмы, который под предлогом оказания туристических услуг заключал с гражданами договоры. Однако условия этих договоров не выполнял. В настоящее время по данному факту в Советском РУВД столице проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка ситуации и будет принято соответствующее компетентное решение. Всё могло бы сложиться иначе, если бы бизнесвумен вдохновилась решением суда и, вняв глаз у разума и судебных исполнителей, вернула долги. Но даже после решения Фемиды деньги уже других, пока ничего не подозревающих белорусов, улетали в чёрные дыры туристических галактик. Хотим обратиться ко всем гражданам, которые также пострадали от действий турфирмы. В том случае, если вы пострадали, обращайтесь в Советский РУВД столицы. И сегодня усилиями пострадавших за сорванные поездки директору светит вполне реально. Горящая путёвка в места не столь отдалённые. В завершении сюжета хотелось бы поспорить с утверждением Стива Джобса, основателя корпорации Apple. «Я убеждён, — говорил он, — половина того, что отделяет успешных предпринимателей от неудачников, — это настойчивость. Наши доморощенные бизнесмены сферы турбизнеса очень настойчиво обманывали клиентов. Вот только назвать их успешными язык не поворачивается».